Приветствую, друзья, с вами Изидыч, и сегодня я решил поиграть на топовом французском истребителе, причем на азиатских серваках, потому что они мне ближе, но не по духу, а именно по расстоянию, как вы понимаете. Ну и, собственно, думаю, с чего бы начать, ну, конечно же, с французского топа. И посмотрите, что произошло, когда я выбрал именно азиатский сервак, как выяснилось, азиаты на топовых реактивах практически не играют. Может быть и разумно, вот лично для меня бои на топовых реактивных самолетах несколько унылы, то есть здесь все сводится к тому, что вы разгоняетесь, начинаете там туда-сюда друг друга преследовать, это все затягивается, в общем, я решил переключиться на поршень. Посмотрите, что происходит. Переключаюсь я на Нарваль, думаю, ну здесь-то точно закинет. В итоге присидел, и пока вот я как раз выжидал момента, я понял, что в основном азиаты любят играть за американцев. Вот так вот неожиданно, практически поголовно, посмотрите, 3-4 ранги сидят за американцев, короче, выжидают в этой очереди. Поразительно. Почему не японцы, например, да? Что-то в этом духе, но, как выяснилось, все-таки именно американцы. Ну, возможно, потому что среди азиатов много китайцев, да, они как-то на японской технике чисто из-за патриотизма не полезут. Но не суть. Смотрите, что я увидел. Даже в 4 часа дня не собираются полные команды, и, судя по всему, азиаты не особо-то любят авиацию. То есть, может быть, на танках там будет ситуация немножко иная, как-нибудь в следующий раз, но суть в том, что вот, видите, в самолетах, что-то тут прям собирается народ не гуса. Ну, ладно-ладно, может, они не количеством берут, а качеством. На нас как раз летит тандерболт, и, кажется, это будет лобовая атака, хрен ему по всей морде. Наш густав шестой уходит в уклонение, и... чё? Тандерболт противника просто начал разворачиваться перед прицелом. Кажется, я чего-то не знаю о азиатской тактике воздушного маневренного боя. Сабура с АКМ здесь даже и не пахнет. Да, мне кажется, здесь вообще ничем не пахнет. Думаю, любой игрок из песочницы, с наших серваков, если его сюда закинет, каким-то неведомым образом он здесь просто всех нагнет, независимо от пинга, который, кстати, будет более 300. Это я вам просто говорю стопудово. Сейчас у меня пинг в районе соточки, потому что я сам в Азии нахожусь. Но в основном это 300 с лишним, по-любому. Пробовал играть на ру-сервере, я чуть не офигел, ребят. Пинг зашкаливает. Но главное представление о воздушной тактике и возможностях азиатских пилотов этот тандерболт мне составил. И мне даже стало интересно, а как же азиатские спидфайеры летают? Я даже специально полетел, чтобы нарваться на драку в направлении вражеского болта и вражеского спидфайера. Начало вроде бы неплохое, я лично решил укрониться от лобовой. Вообще странно, что спидфайер пытается как бы все заканчивать лобовой. Здесь все азиаты пытаются все заканчивать лобовой, независимо от того, на каком они самолете летят. Окей, хорошо, пусть так. В общем-то здесь вроде бы ничего такого сверхъестественного. Я решаю, что все-таки, несмотря на то, что азиат особо не играет тягой, судя по всему, я от греха подальше делаю пикирование, потому что подлетают вражеские болт. Ухожу от обоих самолетов, но что-то отрываться не особо-то получается. То есть вроде бы как от спидфайера я держу более-менее неплохое расстояние, но болт догоняет. В общем, я решил плюнуть, постепенно как бы отрываясь от врагов. Попробовать как-то их пропустить, потому что по мне начали попадать. И вот посмотрите, что следующая картина. Я не знаю, как они так летают. Я начинаю как бы сбрасывать тягу, размазанную бочку. Меня немножко попадают. И тут, подлетая ко мне, то есть вместо того, чтобы уйти вверх, там так далее, то есть они просто разлетаются, будто меня уже сбили. Разлетаются в разные стороны. Типа, ладно, так и быть. Отпускаем тебя. И я тут второй раз такой, чё? В общем, разворачиваюсь, стреляю в тандерболт на простреле, который прикрепился на другую цель. Выбивая ему двигатель, и фактически это уже мой фраг. В общем, друзья, азиаты, это те еще пилоты. Здесь просто изи-каточки, мне кажется. Если бы не пинг, было бы тотальное избиение. Вот для наших пилотов, они бы приходили, фармили бы, уходили бы довольные с полными карманами львов. Вот. Такие вот тут забавные случаи. В общем, мне еще много чего нужно сделать по различным игрухам другим. Но в том числе, кстати, и по War Thunder я вернусь. К нормальным, полноценным обзорам. Но нужно как бы поддержать это дело пальцем вверх, друзья. Не ленитесь, не стесняйтесь. Ну и, соответственно, ждите других видео по другим играм, которые тоже вот-вот скоро появятся. Все. Всего хорошего, друзья. И увидимся в ближайших видосах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова